Здравствуйте, дорогие друзья! Как бы мне хотелось сказать доброе утро, но сегодня фантастически сказочный эфир. Он проходит днём. Накануне Рождества это, наверное, обратили внимание по моему чудесному головному упору. А мало того, потому какое сегодня количество гостей в нашей студии. Это прекрасная семья. Надия Черкасова, Надия, привет! Да, добрый день, привет! Да, и сегодня по-настоящему действительно же Мэри Крисмас! Хоть мы как бы православные, но на мой взгляд Рождество, оно и есть Рождество, не имеет значения. Вот мне кажется, это праздник такой лёгкий, весёлый, радостный. И как приятно, что здесь все находятся твои детки. Привет, малышня! Привет! 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 А мы можете сказать «поздравляем с Рождеством» или «Мэри Крисмас»? Мэри Крисмас! Ну, отлично! Ну, а громче-то, можете? Мэри Крисмас! Мэри Крисмас! Мэри Крисмас! Ура! Слушай, я очень рад, что ты здесь, несмотря на всю фантастическую. Я же знаю твою загруженность, и тема сегодняшняя наша не про дела. Тема сегодняшняя наша про тебя. Про тебя, про тебя как девочку, как маму, как жену. Как тебе удалось создать вот это фантастическое состояние твоей жизни, где ты успешная. И мы назвали вот этот сторону твоей жизни «Семья как проект». Рома, ну, конечно же, сегодня суббота, да, и слава Богу, никакой вот этой вот рабочей занятости у меня нет. И я максимально себя разгружаю в субботу и воскресенье, чтобы, как ты говоришь, быть мамой, во-первых, да, быть собой и просто проводить время с семьёй. Поэтому, собственно, когда ты меня пригласил на эфир в субботу, первое слово, которое ты от меня услышал, это слово «нет». Но потом ты сказала, слушай, а если ты придёшь, готова ли ты прийти с детьми? Поэтому я сказала «да», потому что я думаю, что, наверное, крайне важно для работающих именно мам, да, мы сегодня будем говорить об этом, чётко делить, да, где есть работа, а где есть твой дом. И вот этот баланс можно соблюдать только тогда, когда вот, ну, ты чётко разделяешь, на мой взгляд, две вот эти вот части. Ты знаешь, к счастью мне, к моему счастью, я знаю тебя чуть, может быть, больше, чем кто-либо, да, там, потому что мы с тобой имеем возможность чуть больше общаться. Я специально проанализировал твой Facebook за последние полгода. Я бы хотел вот в преддверии нашего разговора зачитать один твой пост, который ты написал, который, на мой взгляд, характерно показывает вот это твоё состояние. Ноль часов тридцать минут. Вот только вышла из офиса, заехала в МакАвт, энергия прёт, планов громадьё, признаюсь, я трудоголик. Особенно, когда у тебя суперкоманда и отличные результаты, а потом идёт очень важное. И когда надёжный тыл дома, который любит такая, как есть, и не ворчит, что я могу уйти в творчество, забыться и не перезвонить, и ничего не написать целой идеей. Как тебе удалось, вот давай, наверное, мы же с тобой бизнесмены, да, возвращаясь туда, мы всегда делаем что-то, когда идентифицируем какую-то проблему. С чего всё началось? Как ты поняла, что это требует внимания? Поняла, собственно, тогда, когда, дожив до 38-39 лет, в нашей семье не было детей. И, собственно, было понятно, что это не может считаться полноценной семьёй, потому что я действительно большую часть времени уделяла работе и считала, что семья — это то место, где твоя вторая половина тебя всегда поймёт. А значит, в этом смысле, если всегда поймёт, то, значит, будут возникать какие-то моменты по остаточному принципу. Соответственно, да, мне тут вот я сижу неправильно, оказывается, хорошо, я сяду правильно. Поэтому вот появилась вот такая вот ситуация, когда было понятно, что надо что-то с этим делать. И как деловой человек, да, я знаю, что когда ты работаешь над каким-то проектом, надо туда инвестировать время, надо туда инвестировать внимание, надо чётко ставить дедлайны и насыщать событиями. Я перестала относиться к семье, как вот, может быть, хотя я и написала в этом сообщении, да, про протыл, да, но я перестала быть вот такой женщиной, которая приходит, падает и больше не шевелится, да. Слушай, я мальчик, ты девочка, да, это очень хорошо, потому что вот когда мы говорим, я читаю много вот всяких, знаешь, книг, потому что я тоже занимаюсь личностным ростом. Вот у меня есть книга, одна интересная, это проект счастья. Одна дама на Западе, она говорит, я решила в своём доме создавать проект счастья. Вот я сама поняла, что только я могу осознанно, даже не включая мужа, а потом он потихоньку втянулся. Да, был ли у вас какой-то разговор? Вот так как наша передача не просто рассказать, какая ты хорошая, какие мы с тобой умные, а дать конкретные практически тем девочкам, которые, или мальчикам, или семьям, которые хотят сделать так, чтобы в их семье произошли позитивные изменения. Всё-таки вот с чего начать? Вот когда вот они пришли вот сегодня, подумали, что да, надо что-то менять. Ну, знаешь, начать надо с себя. Класс. Это как вот, как любой навык, да, как любая компетенция, ты начинаешь с себя. И я согласна вот с высказыванием той женщины, которую ты назвал, да, что действительно надо просто вот для себя решить, что я свой проект назвала «Семья», что всё, у меня должна быть отличная семья, я хочу много детей. И, собственно, определив, что это проект «Семья», может быть, это звучит, ну, для кого-то жёстко, да, но определив именно вот в логике, что это проект… Проектного управления. Ну, вот даже, может быть, даже так, да, и я начала в этой логике двигаться, потому что всё, что ты можешь сделать, это можешь менять себя и создавать сам. Если уже переходить на какие-то конкретные вещи, да, ну, я считаю, что всё начинается, на самом деле, с мелочей. Знаете, как вот на работе, да, вот приходит студент на первую работу, да, и начинает как-то выделяться от всех остальным какими-то небольшими выполненными задачами, да. Здесь то же самое, да, там, ты любишь человека, но у тебя никогда нет времени, да, и ты начинаешь придумывать какие-то маленькие мелочи, да. Не надо сразу везти в ресторан, я не знаю, бежать, арендовать самолёт, да, и делать что такое, не знаю, там, прыгать ради любимой, там, откуда-то, да. Можно начинать с очень простых вещей, как-то написать какую-то маленькую записочку, да, или передать вахтёру на первом этаже какой-нибудь конвертик и сказать, что когда будет мой муж проходить, передайте ему это, пожалуйста, да. Да, это, да, там, на скорую руку ходить из туалетной даже бумаги, это смешно, да, там, не вырезать, а вот вырвать, вырвать сердечко, да. Вот с таких мелочей, мне кажется, это начинается. Но ещё раз, смотри, правильно ли я тебя понял, что когда ты решаешь, что твоя семья требует изменений, ты не начинаешь требовать от второй половины, что всё, давай меняться, ты берёшь и делаешь это сама. Ну, лично у меня никакого разговора не было, я просто начала делать, делать сама. А это уже, знаешь, как вот, ну, у нас сегодня дети, да, там, и, наверное, слово «игра» очень подходит, а это дальше уже как-то как игра. Ты начинаешь в это во всё втягиваться, и все вокруг начинают втягиваться. Вот я вчера сделала пост, у нас бабушка в гостях, и она очень быстро втянулась в наши виртуальные игрища и наши путешествия, да, потому что, ну, как только ты попадаешь в атмосферу, тебе хочется в этом находиться. Поэтому совет, как резюме, да, там, номер один, начните с себя, и не ждите, что прямо вот, там, сегодня вам скажут, о, какая ты молодец, спасибо тебе большое, что-то, да, ну, делайте это с любовью и делайте это, кстати, для себя. Мне кажется, что это такой вот, ну, главный, наверное, совет, который я хотела бы сказать, с чего вот начать. Супер, я могу просто только добавить, потому что я, ну, как бы не девочка, ну, я мальчик, но я видел там в письме, в этой книге про их счастье, она говорит, я решила каждый день целовать своего мужа, просто так. Вот подхожу и поцелую, просто так, привет, там, и вот как бы вот это, с этого она начала, с этого маленького шага. А ведь на самом деле вот эти маленькие шаги, которые ты привела, это, наверное, самое трудное. Ведь так часто просто можно это не делать, забыть, перестать об этом думать. Но когда, расскажи мне теперь, когда ты получила первую обратную связь? Ну, достаточно быстро, я не могу даже, на самом деле, вспомнить, что это было. Мы всё-таки уже с моим супругом к тому времени жили вместе, вот, ну, когда у нас появился первый ребёнок, да, уже почти 20 лет. Поэтому понятно, что если бы мы не любили друг друга, мы бы не были вместе. Ну, там, это достаточно быстро проявляется. Хорошо, тогда маленький кейс такой, а что делать, если вдруг вторая половина не включается? Продолжать, несмотря ни на что? Я уверена, что да, поскольку на самом деле это очень серьёзно делает твою жизнь разносторонней и разнообразной. Ну, например, я утром еду на работу, и я думаю, ага, суббота-воскресенье, что мы будем делать? Я начинаю смотреть сайты, связанные там с какими-то детскими играми, или я читаю там на том же там «Вёкинг мамы», я не знаю, можно рекламировать или нет, но мне кажется, это очень полезный ресурс. Что будет происходить в субботу-воскресенье в Москве? В конце концов, это даже отличный, может быть, это цинично звучит, это отличный способ переключения. Ты просто читаешь другую литературу, ты читаешь другую информацию. И так же, как и к проекту или к совещанию любому, да, ты готовишь некие материалы, так и здесь. Я просто читаю, что можно было бы сделать в субботу-воскресенье, чего-то такого нового. То есть создаю события. Понимаете, события само по себе не произойдёт. Можно лежать на диване и проваляться целой… Или погрязнуть в домашней рутине. …все выходные. Ты знаешь, наверное, вот если там первое правило – начни с себя, да, там второе – включайся в эту игру и воспринимай это как игру, то третье – те, кто там друзья и знакомые бывают у нас дома, да, мы совсем, я даже скажу это слово, не запариваемся на тему быта, да. У меня нет никаких там дорогой мебели, у нас везде можно рисовать. У нас есть стены, там, и стена, на которой можно рисовать, приклеивать всё, что хочешь. Это как такая у нас большая стенгазета. Я не знаю, если вдруг там дети нарисовали на диване или ещё где-то, пожалуйста, да, там, я не знаю. Даже на моей какой-нибудь сумке мне тоже не жалко, потому что я не трачу деньги на непонятные дорогие вещи. И мне кажется, вот эта вот, ну, бытовуха, она у нас находится, ну, у меня лично, да, там, она находится на 25-м плане. Потому что в семье это очень часто занимает место номер один, и люди превращают вот жизнь вокруг статуэток, мебели итальянской, которые ждут там годами. Ну, превращать просто вот свою жизнь, они становятся такой же мебелью. Мне кажется, что вот начать счастливо жить, надо просто про всё это забыть. Ну, не получилось, не получилось, да, там, не знаю, что-то сломали, что-то разбили. Но мне, честное слово, ничего не жалко. Даже если порвут мой паспорт, я схожу и получу новый. Теперь ты знаешь, как это делать, да. Слушай, ну вот, во-первых, в России, как ни странно, да, вот очень мало людей, которые действительно говорят об успехах своей семейной жизни. На Западе это принято. Мы знаем фильм «Секрет», мы знаем вот эти книги про их счастье. Я думаю, что, может быть, я тебя как-то сподвигну, что ты напишешь свою книгу там о том, как создавать счастливую семью на основе своей жизни. Но мне не об этом. Так как мы стараемся делать так, чтобы наша программа была практичной и смотрят её по всей России, многие зададут вопрос. Конечно, тебе хорошо, ты там член правления, вы живёте в каком-то хорошем доме в Москве, у вас там ресурсы, всё. Скажи мне, пожалуйста, я-то знаю, что это так. Ведь можно же создавать ивенты, сидя в креслах, представляя, что вы летите куда-то без каких-либо вообще финансовых затрат. Всё же зависит от другого. От чего? Ты знаешь, Шуром, да, сейчас там у нас дом, но вот я вспоминаю много лет назад, моя мама вела очень хорошую, ну, такую традицию, правила, наверное, да, в нашей семье. Мы жили в однокомнатной квартире и с семьёй собирались в маленькой кухне-хрущёвке, если мне память не изменяет, четыре с половиной квадратных метра она там была, да, и мы всегда зажигали свечи. Класс. И вот, например, я эту традицию сейчас передаю детям, мы всегда и завтракаем, и обедаем при свечах, и вот это вот создаёт какое-то абсолютно сказочное настроение. Не знаю, не было ни одного дня, чтобы мы ужинали, завтракали без свечей. Вам нравятся свечи, когда дома у вас горят? Скажите, да? Да. Горят, горят, особенно нравится задувать. А как вы задуваете свечи, покажите. Ну да, примерно так. Правда, у нас Сёма тут на прошлые выходные устроил пожар. Пожар. Сёма, что ты поджёг? Огонь. Огонь. На что ты поджёг? Салфетки. То есть правильно я понимаю, что можно создавать без денег? Понимаешь, да, я к тому, что можно создавать абсолютно без денег и выключив свет, условно, при свечах наслаждаться и не видеть тех тараканов, которые ползали в конце 90-х годов на наших кухнях. А второе, что касается путешествий. Да, конечно, я могу себе позволить путешествия, но как человек наёмный, да, там я могу путешествовать только два раза в год с детьми. Поэтому мы практически каждую субботу или воскресенье совершаем виртуальные путешествия. Онлайн-путешествия ваши, да? И, в принципе, дети достаточно много знают, я не знаю, об Японии, Индии, там, о каких-то других. Как по-японски сказать «привет» или «здравствуйте»? Помните? Ни хао. Это по-китайски, а по-японски «кани». Кани-чива. Кани-чива, правильно. Кани-чива. Молодец. Ведь на самом деле достаточно просто… И, честно говоря, Ром, вот я так скажу, что это просто, это не стоит фактически… Ничего, да, мы там вырезаем какие-то шляпки, усаживаемся в самолёте. Кстати, это ещё очень хорошая подготовка к полёту, да. До того, как мои дети начали летать на самолёте, мы всё время играли в самолёт. Я была стюардесса в коляску. Папа-пилот? Папа-пилот, да, на диване. Значит, мы брали, я брала коляску, и до сих пор дети любят играть в эту игру. Туда бросают шоколадки, печенюшки, и у неё говорят, леди, леди или мисс, вот сюда подходите, и нам, пожалуйста, и мне ещё там одна печеница. Это ничего не стоит. Четвёртое правило, мы можем сказать, что для того, чтобы создать атмосферу им семьи, им не нужно денег. Я уверена, что нет. Конечно, деньги, ну, здесь мы не можем как-то совсем, наверное, уходить от этой темы. Нет, нет, мы не говорим о зарплате. Деньги решают, конечно, много бытовых вопросов. Безусловно, безусловно. Ну, вот для того, чтобы создавать этот кайф и праздник, да, вот, ну, я повторюсь, мама нас как-то так с детства научила, что его можно создавать везде, и даже на кухне в четыре с половиной квадратных. Я бы хотел немного вернуться к вопросу номер один, или даже к... Ну, ты что, ты знаешь, на самом деле, мне кажется, вот шестое, наверное, не знаю, если вам сказать, пятое, да, по правилам правила, да, это то, что всё-таки надо относиться как-то чуть-чуть поспокойнее, что ли, или повеселее, да. Всё-таки вот семья – это тоже может быть как такая, знаете, в каком-то смысле игра, да. Я сейчас знаю, что я немножко провокационные вещи говорю, да, там, семья как проект, семья как игра, но вот в этом какой-то вот такой лёгкости и весёлости, мне кажется, и есть существование. Мы слишком всю свою жизнь и на работе, и дома, и по дороге, особенно вот в России, да, как-то очень воспринимаем всё серьёзно, да. И я обожаю наши субботы и воскресенья, да, потому что, ну, мы дурачимся по полной программе. То есть у вас нет там, что вот обязательно нужно к этому времени, там, лечь спать, покушать, там, а что произойдёт, если вдруг не к этому времени, там, или какой-то распорядок нарушится? Это же не критично. Ну, распорядок, на самом деле, сформирован с точки зрения того, чтобы вот сколько ложиться спать. С точки зрения поесть или не поесть, я на эту тему не заморачиваюсь, у нас на столе стоят орехи, морковь, капуста, там, и так далее. То есть они всегда могут перекусить что-нибудь? Дети могут подойти и взять всё это в любое время. И, кстати, надо сказать, что вот этот вот совет мамы меня иногда спрашивает, ой, мои дети хотят там одно, второе, третье, да, там, если у тебя на столе всегда есть морковь, яблоки, капуста, не знаю, бруссельская капуста. Дети сначала, может быть, не едят, а потом они начинают есть. Потому что, в принципе, всё то, что ты им подсовываешь, да, вот эти печенюшки, хлебушки, как сейчас бабушки любят, ещё маслица сверху, да, это всё происходит потому, что мы же и предлагаем. Если предлагать вот эту вот здоровую пищу, другую, они сначала не едят, а потом начинают есть. Но при этом я не хотела бы, чтобы создалось впечатление, что это вот такой большой, огромный шалман, да. Есть правила, например, есть несколько, я считаю, правил должно быть немного, но они должны быть. Ну вот как-то, например, допустим, кухня – это не место для детей, потому что это опасное место сейчас, да, когда там детям по 4,5 года, да, там, дочке 6, кипяток, ножи. Плитка. Плита, да, там и так далее. Они просто знают, что на кухню не надо ходить, всё. Всё, не ходят. Всё, что вот стоит в гостиной, да, можно, но в гостиной можно есть. Ну, ещё там целый ряд правил существует, да, что там всё, договорились лечь спать, лечь спать, да. Мы все держим свои обещания. Договорились вот так, да, значит, мы… Хотя дети также с меня требуют обещания. Если вдруг я пообещала вечером быть и не пришла, то я получаю штраф. Поэтому надо как-то вот, мне кажется, развлекаться, играть, вот носить такие колпачки дома. Добавлю, вот я всё-таки хочу вернуться к вопросу перед единичкой. Как всё-таки включить в себе осознанность, что действительно тебе это надо? Ведь, понимаешь, я вижу очень много семей. Я не могу сказать, что там у меня всё там так прямо как бы я хотел, да. Но вот как вот этот заставить себя вот осознать, что надо вкладывать свою энергию в семью? Вот не знаю, как ещё сформировать по-другому этот вопрос. Ты знаешь, Рома, почему я и привожу вот это вот, на мой взгляд, понятное сравнение, что семья – это проект. Ты на работе хочешь быть успешным. Ты делаешь тот или иной проект. Или в бизнесе ты делаешь тот или иной проект. Мы все знаем, что если туда… Вот для простых людей, которые не занимаются ни бизнесом, ни проектами. Вот они обычные люди, ну я не знаю, врачи, может быть, рабочие. Вот простые люди самые. Но ты врач, если ты не уделяешь внимания своему пациенту, да, или развитию своему профессионализму, то ты не развиваешься непрофессионально, ты не строишь отношения в обществе. Вот получается, что многие существуют проекты, что всё, вышла замуж, женился, всё само собой. Вот эти 20 лет прошли, и никто не помнит, где там, когда они были счастливы, постоянные ругачки, ссоры и всё остальное. А ведь это же от нас, от людей зависит. Вот как вот эту осознанность вот ещё раз вытащить из человека? Ну, ты знаешь, я, конечно, не являюсь там психологом или специалистом. Здесь я просто, знаешь, исхожу из собственного, да. Но я хотела счастливую семью. И всё, этого достаточно. И мне кажется, этого достаточно. Круто. Это правило номер ноль. И я уверена, кстати, вот в этом смысле даже там, не знаю, я в какой-то момент захотела дом. И вот в этом смысле для меня, например, очень важно иметь цели. И почему вот я апеллирую к тем людям, которые вот живут в логике бизнеса, да. Потому что очень часто ты становишься однобоким, ты становишься там успешным, а здесь там, ну, создаётся видимость успешности. И когда ты начинаешь вот насыщать событиями, понимаешь, ты в проекте, у тебя есть дедлайны, да. И здесь у тебя должны быть дедлайны, да. Вот к этому сроку, у меня есть прям плав в телефоне, к этому сроку сделать то-то там, к этому сделать то-то. Какие-то вещи я объявляю, как-то, например, вот я, Вадим, он сказал о том, что, слушай, а давай вот, когда нам будет лет за 80, начнём заниматься бальными танцами и так далее. Да, какие-то вещи я там объявляю, какие-то вещи я о них не говорю. Ты знаешь, ещё, мне кажется, второй момент, да, вот, ну, не насилие в целом, да. Отлично, это шестое наше сегодняшнее такое. Я не знаю, правило или нет, но вот мы же сейчас приехали, да, там, на эфир, мы с Вадиком не договаривались. И я не знала, что дети будут участвовать, да, в Одессе сидеть в эфире. И мне кажется, очень важно не заставлять, да, вот, например, Вадим сказал, да, ну, я не хочу сейчас быть в эфире, да, там, я вот там только проснулась. Мы попросим его зайти сфотографировать, узнаем потом. Конечно, конечно. И мне кажется, вот здесь вот тоже, да, не надо пытаться вот как бы… Насилие, да. Насилие, да, там, вот, например, вчера там мы все вместе участвовали в наших этих маскарадах, да, и там, и в какие-то дни там Вадим с нами играет, а в какие-то нет. И мне кажется, это тоже вот, ну, нормально, потому что мы все люди, там, иногда мне дочка говорит, я хочу побыть одна, да, и все, и она идет в свою комнату, и я ее лично понимаю, я тоже иногда хочу побыть одна. И детям говорю, дети, дайте, я хочу побыть одна, там, не знаю, 15-20 минут, да. И вот мне тоже кажется, что вот, ну, здесь тоже нельзя воспринимать буквально, да, там, вот мы играем, вот правила игры, раздали фишки. Все, погнали. Твой ход, ходи, погнали, да. То есть, как бы, как какое-то, опять же, такое пушнее такое, да. Ну, конечно, у нас тоже случаются, там, ссоры или какие-то, вот, там, ну, недопонимания, да, но это уже такие в целом мелочи. У меня, знаешь, есть один очень близкий мне друг, он говорит, слушай, да, можно ссориться, можно ругаться, но ты понимаешь, что семья, она все равно, да, и, то есть, это не значит, что, как бы вы серьезно не поругались, это не должно никак отразиться в целом на семье, да, конечно, кроме каких-то, может быть, ну, суперкритичных вещей, которые подрывают основы семьи, там, как бы, да, но не об этом. Вот, ты говорила буквально в правиле номер пять о правилах, которые в вашем доме, да, там, на кухню заходить, все остальное. А вот между тобой и Вадимом есть какие-то правила, которые тебе тоже помогают выстраивать вот какие-то там, ну, не знаю, вот какие-то, может быть, топ-3, ну, самых простых там, я не знаю, или даже то, о чем ты для себя считаешь, ему я об этом даже не говорил. Лично я очень ценю то, что никто не претендует, вот, ну, и Вадим в первую очередь, да, не претендует на мою свободу, что я имею в виду, да, вот, когда я написала этот пост, да, там, вот в 0030, я, на самом деле, в этот день ни разу не позвонила и не написала, там, ни в чате, ни смс, ничего, да, вот. И, в принципе, я ценю то, что, как бы, к этому относится Вадим спокойно, да, я также отношусь к этому спокойно, если вдруг, там, я не получу каких-то ответов на своих смс, я не начинаю, как ли, там, немногие женщины делают, терроризировать, да, там, и так далее. Ну, окей, у человека, я воспринимаю, что самое главное, человек помнит, да, о том, что у нас есть семья, и это самое главное. И я сама исхожу из того, что всё, что я делаю, я делаю ради семьи. Ради семьи. И я абсолютно доверяю в логике, что если что-то делает Вадим, он делает это ради семьи. И я никогда не начинаю вот эти вот какие-то, там, проверки или что-то вот ещё. И вот это, наверное, ну, мы никогда это правило не формулировали, да, но оно так сложилось, что вот это вот есть, ну, уважение. Знаете, что у меня был такой день, что мне некогда было, там… Позвонить или написать, там. Да, да. Возможно, что я даже в этот день, там, кому-то другому писала, да, там, каким-то своим коллегам, либо, там, по развитию женского предпринимательства, либо, там, коллегам по бум-стартеру. И Вадим, конечно же, видит, что я заходила в WhatsApp, да, но я никогда не слышу каких-то претензий. Типа ты была и не написала, да. Я видела, там, ты 25 раз заходила, там, или последний раз была во столько, там, мне так и не написала. Ну, не написала, значит, не написала, да. И вот я со своей стороны делаю то же самое. Мне кажется, вот это вот, ну, некая, всё-таки, свобода в мелочах, да, там, она должна быть, да. Там есть некая несвобода в главном, да, что мы вместе принадлежим друг другу, да. Но во всём остальном это мелочи, которые многие обращают внимание, да, и тем самым отравляют, мне кажется, себе жизнь. Это всё мелочи, это всё надо опустить. Ты знаешь, может быть, такой пример сейчас у меня возник, такой он немножко аллегоричный, да. Я часто вижу, когда летишь в самолёте с детьми, да, вот летят семьи с детьми или с одним ребёнком, да. Вот начинают ребёнка дёргать. Постоянно. Тут не вставай, тут не ходи, да, там то не делай, да. Вот, например, когда мы летаем, да, и в этот момент всегда хочется сказать, ну, что вы затюкали своего ребёнка, ну, пусть он походит, пусть походит босиком, пусть познакомится со всеми, пусть обольётся 25 раз томатным соком. Да, да, там, ну и что, вот я, честно говоря, просто там и я, и Вадим, мы одеваем наушники и смотрим фильм. Они обольются 150 раз, да, а потом в конце полёта я их переодену. Ты можешь себе представить глаза соседей-пассажиров, которые видят, как мои дети идут иногда босиком в туалет. Ну и что, решили они идти босиком, пусть ходят, да. Но это же ничего не случится. Просто я к чему, к тому, что это всё мелочи. Ты потом их помоешь, всю эту одежду свернёшь, и в рюкзаке у нас есть ещё один комплект, чтобы на таможене их пропустили и не выглядели прилично. Вот, мне кажется, что вот самое, наверное, главное, может быть, даже вот в день Рождества всегда помнить о главном, о том, что есть семья, есть любовь, бытовуха и все остальные мелочи, они должны быть за бортом. Конечно, я тоже раздражаюсь, да, по каким-то мелочам, но я всё время вспоминаю, думаю, что я сейчас вот как-то буду себя, зачем я буду себя как-то вот, ну, разменивать на эти... Скажи, пожалуйста, где ты черпаешь силы, где ты берёшь вдохновение, откуда ты подзаряжаешься, чтобы оставаться позитивной, успешной дома? Ой, я только приготовила ответ, когда ты сформулировала половинный вопрос, я думала, что он будет, где ты находишь силы для работы? Я тут уже хотела сказать, ну, конечно же, там дома, где я нахожу? Я люблю время, когда я еду с работы домой, это вот такое время переключения. Перестройки, переключения? Да. Сколько это по времени примерно? Ой, это ужасно. Это примерно полтора часа я еду, но даже на самом деле, если я еду на метро, это всё равно около часа. Ну, то есть ты как-то стараешься переключиться, чтобы прийти домой не с проблемами глобальных там масштабов. Я люблю почитать, я люблю зайти на чемпионат Комы, почитать про теннис, я люблю зайти на компромат Ру и почитать какие-нибудь там сплетни, да. Я люблю полистать сайты, там, связанные с путешествием, потому что я очень люблю всё планировать, да. Кто в вашей семье планирует путешествовать? Я. А Вадим, ну, высказывает свои какие-то пожелания? Да, но при этом всё-таки вот, что тоже, наверное, как бы вот хорошо, да, это Вадим меня к этому, наверное, приучил, я думаю, за многие годы. Он мне всегда говорит, что вот если нужно будет завтра поехать на тот остров, соберёмся и поедем. Поедем, да? Да. Браво. И это, кстати, меня очень поддерживает на работе, потому что я знаю, что в любой момент мы просто вот, не знаю, соберёмся и уедем, да, куда-нибудь, да, там, и будем путешествовать. То есть, вот, наверное, что тоже ещё важно, да, это поддерживать друг друга в том, что вот, ну, не критиковать по молочам, потому что, когда я, например, начинаю говорить, вот, там, а чего ты там, ну, там, вот тут не стал так делать, да, там, ну, естественно, там бывают какие-то мелкие претензии, да, то Вадик мне напоминает очень простую вещь. Он мне говорит, ты за меня или за того дядю? Ну, то есть, вот он чётко определяет, да, где вот, где мы, а где весь остальной мир. И тогда я говорю, нет, конечно, я за тебя, там, вот он, я говорю, а что ты вот там с этим человеком, там, не знаю, поспорил? Он мне говорит, я не понял, ты за меня или за того человека? И вот то, что меня, наверное, поддерживает, что вот он априори всегда, всегда, всегда за меня. Знаешь, как вот иногда можно прочитать такие пожелания в интернете, да, там, вот с днем рождения, что там, я не знаю, даже если ты там, не знаю, ты оказался наркоманом, убийцей, ешь на завтрак детей, малолетних, то я всё равно за тебя, да. Вот в этом смысле, наверное, это то, что вот, ну, Вадим, наверное, дал мне, я не знаю, это было в его как-то семье. Можно ли это развить, чувства? Да. Как? Ну, а как, себя останавливать и вспоминать, что вот каждый раз, когда тебе хочется тюкнуть, да, надо просто себя подостановить и всё. А потом ты, на самом деле, начинаешь рефлексировать и в себе видеть то же самое. То есть ты же тоже думаешь, а, вот тут меня можно было тюкнуть, и тут меня можно было тюкнуть, да. А ты понимаешь, что тебя не тюкают, и тогда ты тоже начинаешь это не делать в ответ. Ты знаешь, я не могу сказать, что прям вот, знаешь, во всём всегда, во всём всегда идеально, да, бывают какие-то периоды спадов. Вот хотелось спросить про сбои. Бывают ли в твоем проекте сбои в проекте? Ну, всё-таки с детьми в этом смысле, конечно, когда есть дети, да, то и жена, и муж, ведь неважно, мы с тобой всё время говорим, что именно женщины начинают. Может быть, в какой-то семье это начнёт сначала. Мужчина, да, было бы очень хорошо, да. Когда всё-таки есть вот этот вот центр инвестиций, да, притяжение внимания и под инвестициями не только денег, я имею в виду, да, то, конечно, это сильно объединяет, да, и сбоев становится меньше. Потому что, конечно, когда не было детей, мы там ругались чаще. А когда появляются дети, ты делаешь это меньше. Ну, вот сейчас наши дети развеселились уже тут. Ты знаешь, я вспоминаю очень хороший фильм, мне вот, я иногда пересматриваю, «Сатисфакция с Гришковцом». Ты смотрела, я тебе очень рекомендую, пожалуйста, найди время, посмотри. Там смысл какой. Один богатый человек, у него работает его зам. И он застукал его, что он встречается, ну, или какие-то внимания уделял его жене. Он говорит, так, я тебя бить не буду, у нас с тобой дуэль. Будем пить, пока первый не упадёт. А пока будем не просто пить, а будем разговаривать о вопросах. И вот они там о мороженом, о друзьях и о детях. Представляешь? И вот когда это, что говорят дети, дети для мужчины делают мир понятным. Когда детей нет, мужчина непонятен. Когда дети есть, для мужчины становится всё ясно. Он ясный для него, за кого отдать жизнь, ради чего теперь всё делать. Они упорядочивают жизнь мужчины. Поэтому, если ты говоришь о том, что может быть кто-то из мужчин, я бы очень хотел, чтобы смотрящие на нас сегодня зрители, если есть такие люди, у которых вот фантастически приятный какой-то проект семейный, где мужчина взял и вытащил или построил, пусть они напишут нам в комментариях, тебе, мне, в наших социальных сетях. Возможно, мы и пригласим с тобой вместе для того, чтобы послушать этого человека. И, может быть, мы там делаем такую традицию в конце года, в Рождество, делать передачу о наших семьях. Какое следующее правило ты бы ещё порекомендовала в оставшиеся пять минут у нас? Ну, в оставшиеся пять минут я бы, наверное, сказала бы о чём. О том, что мне кажется, важно всегда иметь какую-то цель. И вот в этом смысле я уже на свои действия смотрю именно с точки зрения того, что я передам детям. И вот создавая там традиции, то, что я тебе говорила, там со свечами, да, там какого-то фана, да, там других традиций, да, я каждый раз думаю, что я им передам. Поэтому моя в этом смысле... Как в их семьях это будет. Да, как будет в их семьях, да, и там, и, может быть, моя дочка, там, когда меня уже не будет, да, будет рассказывать о том, что вот наша мамочка там приводила нас на эфир и одевала колпак Санта-Клауса. Мне кажется, вот когда ты имеешь какую-то цель, которая может быть даже дальше, чем твоя жизнь, да, она... Это делает жизнь ещё более осознанной. И вот я бы, наверное, там, слушатель порекомендовала бы подумать, да, не только о днем сегодняшнем, да, как его сделать счастливым. Потому что она, конечно же, короткая. Я, знаешь, буквально вчера вечером смотрела ролик фонда Хабенского. Особенно ты понимаешь, когда кто-то... Благотворительного фонда Константина Хабенского. Ты понимаешь тогда, когда кто-то там заболевает близкий, и ты понимаешь, насколько семья важна, насколько это те люди, которые в любых обстоятельствах остаются с тобой. Знаешь, как говорится, там, твоя карьера, да, там, твоя работа тебя не обнимет, не поцелует. Не поцелует, да. Но твоя семья и твои близкие, они всегда будут рядом. И, конечно же, когда стоит приоритет, во что больше инвестировать, да, ну, на мой взгляд, да, там, семья... Становится очевидно. И да, это становится очевидно. Уважаемые радиослушатели, совсем немного осталось времени для того, как мы закончим наш эфир. Но мне бы хотелось вам пожелать следующее. И я еще потом попрошу, да, я тебя сделать пожелание всем тем, кто нас слушает. Представьте ту идеальную картину своей семьи, которой вы бы хотели жить. Подумайте о том, что вам нужно сделать, чтобы пошагово прийти к этому. Я очень желаю, чтобы 2017 год стал для вас поворотным годом в создании вот этого проекта вашей семьи, чтобы вы задумались и реально своими шагами, своими поступками, не затребуя от второй половины чего-то еще, сами потихонечку, начиная с простого поцелуя, сделали свою семью прекрасным. И твое завершающее пожелание сегодняшнего нашего последнего эфира в этом году. Друзья, я бы хотела пожелать, что каждый из вас верил в себя. И на самом деле невозможное возможно, и тому примеров очень много. И когда наступают, может быть, трудные минуты или минуты отчаяния, смотрите те примеры тех людей, их очень много и в мире, и в России, и женщин, и мужчин, и молодых, и пожилых, которые, на самом деле, умеют превратить свою жизнь действительно в рождественскую сказку. И все зависит, на самом деле, от тебя лично, да, и от того, чего ты, собственно, хочешь. Любите друг друга и... Ура! С Рождеством! С Новым годом! Всех благ в новом году! До встречи! Пока! Пока! С Новым годом! Редактор субтитров А.Семкин